Всем шалом, с вами Овер. Сегодня я бы хотел поговорить про фишинг. Это древний вид интернет-мошенничества, связанного с получением доступа к персональной информации, точнее логинов и порой. Сейчас будет немножко истории. Впервые с фишингом я столкнулся на платформе Mail.ru. Тогда был один интересный скрипт. Если его отправить с помощью кодировки Unicode к какому-нибудь человеку, то у него появлялось не просто сообщение от какого-нибудь пользователя. Там появлялась форма ввода логина и пароля для повторной авторизации. Мол, сообщение до такой степени зашифровано, пока вы не ведете свой логин и пароль, то вы не увидите его содержимое. Ну, понятное дело, что при вводе своих данных на другом конце линии у кого-то появлялся доступ к вашей почте. Сейчас я бы хотел показать почти то же самое, но только с использованием телефона и установленного приложения Thermux. Напомню вам, что Thermux это не просто эмулятор терминала. Это, скажем, уникальный инструмент, ведь у него имеется своя директория, не связанная с Android. И его можно настроить именно так, как вы хотите. Допустим, с него можно сделать полноценный Kali Linux. Потому что большинство дистрибутивов также работает и с Thermux, и на него еще не нужны Root Pro, поэтому он считается таким уникальным. Вообще, перед началом всего этого, хотелось бы сказать, что это не гайд по фишингу, это гайд, как себя обезопасить. То есть, цель этого видео не вводить свою персональную информацию в какие-то непонятные диалоговые окна, либо же на каких-нибудь подозрительных сайтах. Ведь большинство людей не обращают свое внимание на адресную строку, а вдруг там написано не mail.ru, а mail.ru. Поэтому даже при таких простых вещах желательно всегда быть внимательным. Инструмент, с помощью которого производится фишинговая атака, называется WIMEN. Другими словами, это веб-сервер для фишинга. Он будет захватывать всю введенную информацию в формах и передавать их на терминал нашего Thermux. Данный софт WIMEN, он написан на питоне. Разумеется, для его запуска нам необходим сначала питон, ну и затем необходима установка WIMEN. Вся информация с этого видео находится в свободных источниках, и ее можно найти на гитхабе. После установки WIMEN необходимо перейти в директорию, где он находится. Следующие две команды отвечают за запуск данного инструмента. Благодаря команде Help мы можем посмотреть список доступных опций. Ну а благодаря команде Show можно посмотреть текущие настройки. Необходимо лишь указать сайт и доступный порт. Теперь хотелось бы обратить ваше внимание, что у нас появилась строка, что сервер WIMEN запущен, и он находится по этому адресу. HTTP Localhost 8080. И как вы думаете, что сейчас произойдет, когда мы перейдем по данному адресу? Правильно, копия сайта Mail.ru. Сейчас я даже уберу галочку с раздела «Запомнить» и введем какой-нибудь произвольный ряд букв. Нажимаем «Войти», и у нас происходит редирект на настоящий сайт Mail.ru. При этом как бы мы ввели все данные для авторизации, но авторизации у нас не произошло. Теперь отправимся обратно в Termux и видим, что все данные, которые мы вводили, они у нас оказались вот здесь. Фа-фа-фа в разделе «Логин», по-по-по в разделе «Пасворд». Интересный вопрос, конечно, возникает, какой же дурак на это поведется. То есть Localhost это как бы твой IP-адрес, и кого ты будешь взламывать на своем же устройстве? То есть данная фишка, она как бы локальная, ее нельзя отправить в интернет, чтобы какой-нибудь Вася зашел, сделал авторизацию, и тут появились его логины и пороги. Но большинство забывает тот момент, что есть люди, которые работают в организациях, где есть определенный фильтр. То есть кого-то они пускают на почту, на какие-нибудь социальные сети наподобие ВКонтакте и другие, и, допустим, найдется какой-нибудь умник, который скажет, «Ребята, мы все находимся в одной локальной сети, и я нашел офигенный анонимайзер, на который, если перейти, вы сможете зайти на сайт, например, Mail.ru или там ВКонтакте.ком». Люди, разумеется, зайдут, и те, кто не понимают, они введут свои данные. Но мне кажется, что это видео не совсем законченное, поэтому давайте мы все-таки попытаемся сделать так, чтобы из локал-хоста это превратилось в настоящий сайт. А для этого нам потребуется NG Rock. Это один интересный сервис, с помощью которого можно тунелировать трафик из локальной сети в интернет. Другими словами, сейчас мы данную локальную фишку отправим в интернет, и на нее может зайти абсолютно каждый человек. Гайд по NG Rock, он точно так же находится в свободном доступе в интернете, у него есть прям официальный сайт, который точно так же и называется NG Rock.com. Здесь именно для Thermox необходима версия Linux ARM. Ее необходимо распаковать на телефоне, перейти именно в ту директорию, где он находится, и его оттуда установить. Ну а также для корректной работы необходимо авторизоваться на сайте NG Rock с помощью Google аккаунта. Далее необходимо вставить токен авторизации, который находится на сайте, и как бы на этом все. Сейчас с помощью инструментов в именно NG Rock создается фишинговая страница сайта mile.ru. При вводе данных логина и в пороге в соответствующие окна мы получаем все данные на нашем смартфоне. После неудачного ввода открывается оригинальная страница сайта, которую хотели подменить. В первой сессии открытый инструмент Women, во второй сессии открытый инструмент NG Rock. Вот так вот, дорогие друзья. Сейчас вот даже злоумышленникам не нужен компьютер, чтобы промышлять какими-нибудь плохими делами. Необходим просто обычный эмулятор терминала Thermox, который можно скачать на PlayMarket, и интернет, GitHub, и как бы на этом все. Поэтому если вы вдруг столкнетесь вот с такими вариантами ввода своего логина и пароля, то будьте уверены, что это фишинг, и шлите подальше этих людей, которые вам отправляют такие ссылки. И не переходите с помощью каких-либо анонимайзеров в вашей корпоративной сети на ваши персональные ресурсы. Ну, типа там свои логины и пароли не вводите через анонимайзеры. Потому что есть шанс, что вместо анонимайзера там будет какой-нибудь фишинговый сайт. Ну и, пожалуй, на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на этот канал. А у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok